Уходить от полицейского преследования – не самая лучшая идея. Подобные гонки могут закончиться как тюрьмой, так и трагедией. В этой подборке мы покажем самые безумные полицейские погони, а также расскажем, как они возникли. Погоню со стрельбой сняла камера, закрепленная на шлеме полицейского мотоциклиста в ЮАР. В 2015 году стражи порядка по навигатору отследили сигнал машины, в которой находились подозреваемые в вооруженном ограблении. Началось преследование, полицейский решил стрелять и выпустил в автомобиль всю обойму. Когда машина остановилась, пассажир смог убежать, водитель был задержан. В комментариях к видео мнения людей разделились. Кто-то восхищался действиями полицейского, кто-то критиковал его за то, что от выстрелов могли пострадать прохожие. Следующую погоню снимали с вертолета в американском штате Индиана. Темно-красный пикап Ford Ranger не могли остановить около часа. Телевидение транслировало гонку в прямом эфире. Со временем за нарушителем образовался хвост из 20 полицейских авто. В какой-то момент пикап свернул с дороги и выехал в поле. Там его нагнал черный седан и ударил в заднюю часть кузова. Ford застрял в кустах. Нарушителя тут же скрутили полицейские. Мужчина воровал женские сумки. Украденное было обнаружено в пикапе при обыске. Эту погоню в интернете называют забавной или даже смешной. В 2009 году в Калифорнии полицейские получили сигнал о кричащей женщине на проезжей части. Она вела себя агрессивно, а потом и вовсе пыталась протаранить патрульную машину. Полицейские начали преследование. Автоледи двигалась по странной траектории, нарезала круги, останавливалась, выходила из салона и кричала на стражей порядка. Во время очередного маневра ее окружили со всех сторон и вытащили через окно. Чем было вызвано такое странное поведение женщины неизвестно. Интересный случай произошел в Казани. Уходя от погони, нарушитель подъехал к зданию местного аэропорта, с разгона выбил стеклянную дверь и проник внутрь. Полицейские руками пытались остановить автомобиль, но у них ничего не вышло. Мужчина проехал через все здание и, разбив окно, выехал на улицу с другой стороны. Возможно, он поехал бы дальше, но через 100 метров врезался в столб. Тут-то его и задержали. Позже в прессе появилась информация, что мужчина был под воздействием наркотиков. Ущерб от его действий составил 3 миллиона рублей. Вновь Россия. В июне 2017 года в Санкт-Петербурге произошла невероятная погоня за бронированным ленд-крузером. Джипу прострелили заднее колесо, но он и не думал останавливаться. От высокой скорости покрышка оторвалась вместе с литым диском. Из-под машины полетели искры. Вскоре оперативники догнали и остановили ленд-крузер. Внутри они обнаружили около килограмма кокаина. Это была спецоперация по поимке наркоторговцев. В салоне иномарки находилось три человека, среди которых был бывший полковник полиции. Мощный автомобиль и безумный водитель – далеко не самое лучшее сочетание. В американском штате Оклахома полиция отследила угнанный пикап с прицепом. Преступник решил оказать сопротивление и бросился во все тяжкие. Он ехал по встречке, вилял между дворами, пересекал вдоль и поперек поля. Попутно гонщик вел прямую трансляцию в соцсетях, комментируя происходящее. Спустя два часа в результате неудачного маневра пикап заехал в водоем и забуксовал. Попытка бегства была пресечена метким выстрелом электрошокера. 160 лет тюрьмы за опасную езду. Такое решение вынесут в Америке после того, как изучил это видео. В марте 2014 года в штате Колорадо Райан Стоун на заправке угнал внедорожник с ребенком на заднем сидении. Далее действия злоумышленника напоминали сюжет компьютерной игры GTA. Через полтора часа он решил сменить машину и угнал минивэн, вытащив из салона хозяина. Тот же трюк Стоун проделал с хозяйкой серебристого седана. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он был неоднократно судим. На этот раз ему предъявили обвинение по 18 пунктам. Погоня за белорусским дальнобойщиком напоминает кадры остросюжетного боевика. В июле 2014 года в полицию поступило сообщение о грузовике, который задел припаркованный Мерседес и скрылся. Вскоре инспекторы ГАИ обнаружили виновника, но на требование остановиться тот не реагировал. Дальнобойщику кидали камни в лобовое стекло, прострелили почти все колеса, изрешетили топливный бак. По некоторым подсчетам было произведено около 90 выстрелов. В результате грузовик остановился, водитель оказался пьян. Еще одна драматичная история произошла в американском Далласе в 2001 году. Бездомный Бернис Уилсон угнал грузовик-лесовоз, припаркованный возле кафе. Хозяин машины успел заблокировать тормоза у прицепа. От трения с землей вспыхнула задняя покрышка, а затем пламя перекинулось на груз. Огненный лесовоз преследовали не менее десятка патрульных авто и вертолет. После полуторачасовой погони грузовик остановился. Берниса Уилсона приговорили к 99 годам тюрьмы. Осужденно объяснил свои мотивы тем, что оказался в сложной жизненной ситуации. Непростая судьба была и у американца Шона Нельсона. Бывший военный, остался без работы, жены, денег и с большим долгом перед банком. Усугубили положение, проблемы со здоровьем. Шон лечил депрессию, алкоголем и наркотиками. В 95 году он пробрался на военную базу в Сан-Диего и угнал танк. Многотонная техника въехала в город, круша все на своем пути. В общей сложности погоня длилась 23 минуты. Все закончилось, когда полицейские запрыгнули на танк и открыли люк. Шон Нельсон был ранен в плечо, а затем скончался в больнице. Несмотря на тотальные разрушения, другие люди в результате погони не пострадали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова